Добрый день, меня зовут Юрий Войтиховский, я специалист отдела продаж Volkswagen Беларусь. Volkswagen Taos вышел на один шажок ниже, чем Tiguan у нас, и позиционируется как класс ниже автомобиля, но в то же время, если посмотреть, для кого он у нас ориентирован, как мы делаем рекламную кампанию, он сейчас идет как городской кроссовер, но это не совсем так, потому что здесь у нас есть и полный привод, то же самое, выехав на бездорожье мы себя будем чувствовать комфортно. Автомобиль в плане инноваций, которые здесь задействованы в плане информационных технологий, поддержки мультимедийных систем, рассчитан на молодую аудиторию, так и, скажем так, на более зрелых уже людей. Давайте я вам покажу и расскажу все фишки Volkswagen Taos. Первое, что нам бросается в глаза, это решетка радиатора, то есть интересная, скажем, новая форма. Мы сразу, если вы заметите, комплектуем, клиенту не надо дополнительно переплачивать сетку решетки радиатора, то есть ваш радиатор уже будет защищен. Второе, если мы здесь посмотрим, сейчас здесь не включено, идет светодиодная полоска, которая будет очень хорошо подчеркивать ваш автомобиль. Фары IQ Lite, очень хороший свет, возможность включения автоматического дальнего и ближнего света и плюс классный дизайн. Не только у нас передние парктроники, но и боковые, то есть автомобиль у нас мониторит и мертвые зоны, и сам может парковаться. Для этой версии у нас стоят 17 легкосплавные диски. Для тех, кто любит еще красивее, можно поставить 18-й с красивым дизайном, то есть будет машина просто огонь. Машина уже оборудуется бесключевым доступом. Задние фонари. Дизайн еще не использовался ни на Тигуане, ни на Туареге, скажем так, очень выделяет отдельную линейку фар, которые, я думаю, в дальнейшем будут пользоваться популярностью. Все машины комплектуются запасками. Здесь мы, если посмотрим, уже сделана дополнительно, у нас есть полочка для хранения вещей, закрепить дополнительно груз и маленькая удобная вешалочка, которую мы можем крючок перемещать по багажнику. Удобная клавиша закрытия автомобиля. И если мы с вами пройдем в салон, посмотрим, что у нас внутри будет. Уже версия статус. У нас комплектуется электроприводом, плюс поясничный подпор тоже электронный, то есть мы можем, во-первых, вперед-назад регулировать, так и по подъему выше-ниже, то есть каждому будет удобно. Не только в одном положении, как мы ручкой раньше регулировали, и новые мультимедийные системы как для панели приборов, так и для мультимедийно-развлекательной системы. Руль регулируется как по наклону, по вылету. Будет любому удобно. Я уверен, что 95% всех людей здесь себя будут чувствовать комфортно, как в домашнем кресле. Все версии у нас будут оборудованы круиз-контролем. Версия эксклюзив и опционально в статусе еще можно поставить адаптивный круиз-контроль. Далее управление на руле будет как подогрев руля, и бортовым компьютером все можно выводить на дисплей. Если машину запустить, у нас есть переключение по дисплею, дальше будет выводиться, и по мультимедийной системе. Какие фишки? Яндекс стал доступен. Ну, доступен только по подписке. То есть карты прорисовываются, очень удобно пользоваться. Дисплей удобный. Эти версии оборудуются у нас уже двухзонным климат-контролем, базовая идет с кондиционером. Поэтому базовой версии я бы рекомендовал, наверное, комплектовать дополнительную опцию двухзонный климат для себя, кто будет подбирать. Будет в любой версии старт кнопки идти, и для полного привода у нас есть шайба выбора режимов вождения. То есть это может быть как эко-режим, городской, бездорожье и индивидуальные настройки. Плюс еще можем отдельно выбрать режим снег. Опционально ставится обогрев лобового стекла, затемняемое заднее зеркало, датчики света дождя. Это уже мы во всей версии можем дополнительно комплектовать. Адаптивный круиз-контроль ставится опционально и в версию статус и версию эксклюзив. Второе, контроль по полосе будет в машинах. Плюс, если мы здесь можем посмотреть, с пакетом ассистент уже со статуса у нас становится доступна контроль мертвых зон. Система автопарковщика присутствует в автомобиле. Ну и из стандартных уже, скажем, систем безопасности. Это уже последствия подушки безопасности передние, в сидениях боковые, шторки. То есть 6 подушек безопасности. Плюс, опционально еще для задних пассажиров комплектуются подушки безопасности. Под капотом у нас может быть представлено два варианта по моторам. Это двигатель 1.6 литра, давно знакомый нам, который ставится на модель Volkswagen Polo. Доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 6-ступенчатым классическим автоматом. Это двигатель только с передним приводом. Двигатель 1.4 идет как с 8-ступенчатым автоматом, он только переднеприводной, так и с 7-ступенчатой коробкой DSG. Она 7 ступеней с мокрым сцеплением. Это новая коробка DQ381 и агрегатируется полным приводом. По комплектации у нас базовая версия начинается от 59 тысяч рублей. Она идет с механической коробкой с двигателем 1.6. Машина уже достаточно хорошо укомплектована. Для наших условий я бы рекомендовал рассмотреть два пакета. Поставить туда пакет городской и пакет зимний, то есть туда мы уже с вами включим дополнительный обогрев лобового стекла из удобных опций. Двухзонный климат-контроль будет входить. На выбор можно цвет металлик. Плюс на заднем плане, как вы видите, представлен новый цвет, то есть его в том числе можно выбрать. Следующий вариант у нас начинается уже порядка 61 тысячи рублей. Это будет с автоматической коробкой передач. И для тех, кому даже в базовой версии подойдет полный привод, уже там порядка 67-68 тысяч у нас начинается модель. Это базовая версия Respect с двигателем 1.4 литра с полным приводом. И далее мы уже переходим к версии Status. Это стоимости порядка 68-69 тысяч рублей. Это начинается версия с передним приводом. Далее мы туда можем уже комплектовать пакет техник, электропривод багажника, камеру заднего вида. Если необходимо, ассистенты, контроль по полосе, контроль мертвых зон. И опционально даже в эту версию мы уже можем укомплектовать адаптивный круиз-контроль. И максимальная версия уже начинается у нас по стоимости порядка 77-78 тысяч рублей. Там в зависимости от того, что нам необходимо, можем укомплектовать пакет безопасность, чтобы пользоваться адаптивным круиз-контролем. Посмотреть легкосплавные диски для внешнего дизайна. Можно 18-й докомплектовать. И посмотреть по каким-то дополнительным уже оборудованиям. В той версии практически уже все есть. По кредитованию. То есть начинается аванс желательно от 10-20%. Ставка, реально которую можно рассматривать, это 19,02. Это можно рассматривать по сроку в среднем от 5 до 7 лет. И зависит от банков. Лизинг можно рассмотреть через валютные предложения. Там при авансе от 50%. Можно рассматривать от 1 года до 3 лет практически рассрочку. И если в белорусских рублях вы вносите 50 и более процентов, то у нас есть программы по рассрочкам до полугода. Так, программа рассчитана до 5 лет. По кредитованию, как после рассрочки полугодовой пойдет ставка 19,02. Меня зовут Юрий Войтиховский, специалист отдела продаж Volkswagen Беларусь, специально для Автопанорама.